Здравствуйте! Это программа Новости Дагестана. Меня зовут Фатима Абталибова. И вот главная тема этого выпуска. Ушел пример, оставив в Риом. Абдулпатах Амирханов ушел в отставку, но без работы и не остался. 20 километров от ремонтированных участков дорог появится в Дагестане в этом году. Какие работы планируются в рамках проекта? Безопасные и качественные дороги? Расскажем в выпуске. Наследство предков. Национальные костюмы Дагестана, их история, многообразие и ценность. Об этом расскажем сегодня в выпуске. Юные изобретатели. Ученики дагестанских школ соревновались в робототехнике. Главный приз конкурса – возможность поступить в российские вузы без экзаменов. Пожар уничтожил кровлю мебельного цеха в Махачкале. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Здание располагалось на улице Юго-Восточной, 75. В настоящий момент сотрудники приостановили распространение пожара на соседнюю площадь. В ликвидации задействовали более 50 человек и 20 единиц техники. Об этом сообщила прислужба МЧС России по Дагестану. В 9.01 по системе 112 поступило сообщение о пожаре по адресу города Махачкала, улица Юго-Восточная, 75. Горит кровля мебельного цеха. В 9.42 пожар локализован. Угрозы распространения пожара отсутствуют. На пожаре задействована группировка от РСЧС 76 человек, 22 единиц техники. В том числе от МЧС 47 человек, 12 единиц техники. На пожаре задействована психологическая группа главного управления МЧС России по республике Дагестан. Жертв и пострадавших на пожаре нет. Найдено тело второго пропавшего в море в Кизлярском районе. Тело 42-летнего мужчины обнаружили в пятницу местные жители в прибрежной акватории Каспийского моря, недалеко от села Новый Чечень. Ранее сообщалось, что двое мужчин вышли в море на резиновой лодке и пропали. На связь в последний раз они выходили 16 февраля в первой половине дня. Тело одного из пропавших, 24-летнего молодого человека, спасатели нашли накануне вечером. Поисковые работы завершены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики. Абдулпатах Амирханов покинул пост председателя правительства Дагестана. Глава Республики подписал указ об отставке. Согласно документу, чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности будет Абдулмуслим Абдулмуслимов. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы Дагестана. Абдулпатах Амирхана возглавлял республиканское правительство с ноября 2020 года. Теперь он будет руководить управлением федерального казначейства по региону. Но в Рио примера у дагестанского Кабмина будет, судя по всему, недолго. Как стало известно сегодня, глава региона Сергей Миликов предложил Народному собранию для согласования на должность председателя правительства кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова. В Махачкале в 2022 году отремонтируют 20 километров дорог, которые ведут к соцобъектам. Среди них детские сады, школы и центры культуры. Всего планируется отремонтировать 38 участков. Кроме ремонта дорожного покрытия, будет сделан акцент на обустройство элементов дорожной инфраструктуры, установку новых дорожных знаков, светофоров и дорожных ограждений. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подарок в Махачкалу из Москвы. Партия защитных костюмов для безопасной работы врачей презентована здравоохранению Дагестана мэрии Москвы. Груз СИЗО встретили представители депутатского корпуса республики, министр здравоохранения Татьяна Беляева из СМИ. На месте коробки сразу же распределялись в лечебные учреждения городов и районов. Прежде всего, костюмы пригодятся врачам, работающим с коронавирусной инфекцией в красной зоне. Я хотел бы от всей души от нашей республики поблагодарить наших московских коллег за эту помощь. Это на самом деле большой, это хороший пример сотрудничества между регионами. Осуществляется отгрузка костюмов. Это и амбулаторно-поликлинические, это и стационары, работающие в красной зоне, это и служба скорой помощи, где также требуется защита медицинского персонала. Вскоре в Дагестан от мэрии Москвы планируется поставка аппаратов ИВЛ, сообщили в Минздраве. Техника будет предназначена не только для оказания помощи пациентам с COVID-19, но и больным онкологическими заболеваниями. Сейчас очень сложно по истечению почти двух лет. Когда, вы помните, когда в 2019 году, в конце 2019 года, начало 2020 года, ВОЗ объявила о начале пандемии. И, конечно, по истечении этих двух лет, очень многие вопросы решились. И обеспеченность костюмами, и обеспеченность лекарствами. Мы научились жить, бороться с COVID-19. Но самое важное, что медицинские работники вынесли из этих двух очень тяжелых лет, это то, что к нам изменилось отношение и людей, и населения, и государства, наверное. И вот тот акт сегодняшней гуманитарной помощи костюмов, это говорит о многом. Это даже не то, что материально, это что о нас заботятся, нас помнят, мы как бы востребованы. Поэтому, конечно, большая благодарность. Донорскому движению в Дагестане быть Министерство молодежи и Республиканская станция о переливании крови подписали соглашение о сотрудничестве. Отметим, что ведомство уже не первый год сотрудничает со станцией. Однако заключение текущего договора подразумевает добавление нового направления, а именно донорство костного мозга. Завершилось мероприятие добровольной акции. Более 70 человек сдали кровь. Подписание сегодняшнего соглашения для нас является очень важным. Почему мы именно начали с Министерства молодежи? Потому что министр Камиль Рамазанович является нашим донором. Он уже 33 донации совершил, как он не знает важность этого развития донорского движения. Спасибо Министерству молодежи, спасибо тем неравнодушным ребятам с Молодежного комитета. И период пандемии оказали большую неотемлемую помощь для организации донорства. И сейчас тоже продолжаете развивать наше донорство. Сегодня закрепили наше сотрудничество с соглашением и добавили очень важное сейчас направление. Это банк доноров костного мозга. И это тоже очень важное направление спасает реально жизни людей. Уже у нас, как сказала, 7 человек спасли жизнь, чью-то жизнь, неизвестную жизнь, стали такими донорами. Сегодня я пришла поддержать акцию и в очередной раз сдать плазму крови. Дорогие друзья, не бойтесь, сдавайте плазму. Не важно, кровь это или же вы сдаете клетки крови, тромбоциты. Важно, что все идет на пользу. Например, из плазмы крови делают такие лекарства, как альбумин и иммуноглобулин. А еще плазма идет на обработку ран для пострадавших от ожогов. Языки народов Дагестана добавят в Яндекс.Переводчик, в честь столетия со дня рождения Расула Гамзатова. Первым станет аварский язык, на котором говорил сам поэт. Об этом сообщил в Рио-министра цифрового развития республики Тамерлан Буганов. Предполагается, что это будет первый шаг к интеграции дагестанских языков в систему Яндекса. И в скором будущем станут доступны языки других дагестанских народов. Национальные костюмы – богатое историческое и этнокультурное наследие народов Дагестана, его многовековая история и традиции. Кто сегодня оберегает наследство предков и какие тайны хранит в себе старинный национальный костюм, узнала Малика Курбанова. Давным-давно, когда горянка выходила за пределы своего аула, жители других селений без слов понимали, откуда она родом. Костюм говорил о многом, но еще больше выдавал – головной убор. Традиционные наряды горянок уникальны. Еще в прошлом столетии они были частью женского гардероба. Сегодня их можно увидеть в витринах Национального музея Дагестана. Здесь каждый экспонат – свидетель времени. И глядя на все это великолепие из глубины веков, понимаешь, наши предки имели отменный вкус. Вот здесь представлен костюм кумычки, стройная, красивая кумычка. Голову ее покрывает тонкий, красивый платок. Распашное платье – хабалай. Она это и стала законодателем моды в Дагестане. И эти платья-рубахи сменились вот такими платьями – бузма и хабалай. Верхняя ее одежда здесь – шуба. Зимний вариант одежды. И говорит о том, что о красоте многослойности национального костюма – это нижняя рубаха, штанишки, верхнее платье, головной убор чухто, который был обязателен. И поверх надевался роскошный платок. Такое разнообразие не раз с удивлением отмечали писатели, ученые и путешественники. Свадебные костюмы богато обвешивались серебром. Оно считалось самым благородным металлом. Это вот вышитая руками лакской мастерицы. Головной убор чухто – работа аварской мастерицы из селения Чох, Ругуджа. Платье 19-е и начало 20-го века, золотой позумент. Это было законодателем моды, были кумыки. И вот они принесли сюда влияние северокавказского национального костюма и покупали уже богатые лачки, кумычки. И в общем-то объединился в один свадебный ансамбль. И я еще раз повторяю, что нет ни красивее нашего дагестанского костюма. И если наша девушка юная будет выходить замуж вот в этой красоте, то есть это будет и оберег, и красота. Пояса, браслеты, серьги, кольца – ювелирные украшения были неотъемлемой частью традиционного женского костюма, история возникновения которого также уходит в глубь веков. Многие из украшений надевались раз в жизни, только на свадьбу. Затем прятались глубоко в сундуке и передавались по наследству. Впрочем, как и некоторые наряды. Ну и вот во всей красе перед нами костюмы юждаговской группы. Это ахтынка, табасаранка и огулка. Фалды, яркие краски, сразу брызги солнца и света в этих костюмах. Какие головные уборы, эти вот накладки кукем, свисают. Подбородочные, налобные цепи, головные уборы просто потрясающие. Табасараночку отличает нагрудное украшение маниста. Оно может быть нагрудным и поясным ниже. Огулочку отличает головной уборку кукем и вот особо повязанный платок. А лесгиночка перед нами пристала при всей красе. Налобные звенящие монеты, семечки, подбородочная цепь. В самом крупном музее Северного Кавказа собрана уникальная коллекция культурного наследия, которая формировалась с древнейших времен. Историческое богатство республики представляют на выставках по всей стране. Я всегда призываю наших молодых студентов, учеников одеваться в национальные костюмы, беречь и сохранять традиции. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ, Махачкала. На площадке технопарка Малой академии наук республики прошел этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии в направлении робототехника. В ней приняли участие учащиеся образовательных организаций республики, интересующиеся конструкторской и изобретательской деятельностью. В рамках конкурсных заданий юным конкурсантам было необходимо разработать и запрограммировать техническое устройство, а далее представить свои проекты к защите. Эксперты оценивали работу участников по сложности и оригинальности, и качеству выполненной конструкции. Целью и задачами этой олимпиады является выявление у этих школьников компетенций и навыков по направлению технологии, также проектной деятельности и конструкторского мастерства. Таким образом, это является поощрением самого школьника, а также и, конечно, самого наставника. Участники, успешно прошедшие муниципальные, региональные и заключительные этапы конкурса, получат возможность поступить в российские вузы без экзаменов на направление, соответствующий профилю олимпиады по технологиям. Заур Абдулаев проведет 16-й бой на профессиональном ринге. Дагестанскому легковесу предстоит защита чемпионского титула WBC Silver. Поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях. Хорхе Линареса из Венесуэлы возглавит вечер бокса в Екатеринбурге. Турнир пройдет завтра. Для Абдулаева этот бой станет первой защитой титула. В сентябре прошлого года он одержал победу над экс-чемпионом WBC Дианом Злотичанином. На счету 27-летнего Каспичанина 14 побед и одно поражение. В активе 36-летнего боксера из Венесуэлы 47 побед при шести поражениях. Победитель боя станет обязательным претендентом на полновесный пояс, которым сейчас владеет американец Девин Хейни. Юношеская сборная Республики по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха примет участие в первенстве России. Состязания пройдут 26-27 февраля во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования проводятся среди спортсменов 18-20 лет. Всего в состав дагестанской сборной вошли 12 спортсменов. Возглавит ее старший тренер сборной Дагестана Юсуп Амаров. И на сегодня это все. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru и на нашей странице в Инстаграм. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин